Эти ситуации мы назвали аномалиями коэффициента корреляции Пирсона. Обнаружение этих ситуаций стало результатом длительной работы, не направленной на обнаружение самих ситуаций, а направленных на работу с закономерностями, которые мы можем получать из облака наших данных. То есть, если визуализировать наши данные в виде некоторого облака, можно представить, что в этом облаке может находиться некая одна закономерность, то есть, некая одна линия в двухмерном облаке, и есть ряд второстепенных линий, то есть, закономерностей, которые выступают в качестве шумов и портят модель, относящуюся к главной, к доминирующей закономерности. Так вот, поиск тех и других доминирующих второстепенных закономерностей и их разведения в разные модели, этой задаче, в частности, было посвящено созданию метода регрессии с фильтром. Это еще не законченный метод, он находится в развитии, в разработке. Кроме того, этой же задаче была посвящена работа и доработка методов кластеризации, основанных на принципе косинус, то есть, методов кластеризации, предполагающих, что объекты не гиперсферично расположены, а расположены по некоторой закономерности линейной, а точнее, каждый кластер — это своя линейная закономерность. И одним из результатов довольно неожиданных этой работы стало обнаружение аномалии коэффициента корреляции Пирсона. Чтобы понять, насколько это было неожиданно, вы можете сами провести небольшой эксперимент. Если у вас сейчас под руками есть какое-нибудь статистическое приложение, вы можете создать две переменных, заполнить их любыми кодами. Допустим, две переменных, 50 наблюдений, любые коды, но так, чтобы эти две переменные давали единичную корреляцию по Пирсона. И еще две переменных на 50 наблюдений, чтобы были они скоррелированы на минус единицу. Так, 50 наблюдений, единичная корреляция, 50 наблюдений, корреляция на минус единицу. Как вы думаете, что будет, если объединить эти наблюдения, 50 и 50, в один массив, и рассчитать их общую скоррелированность? Можно ожидать, что будет 0. Но более чем 50% случаев, могу вас заверить, результат будет далек от ожидаемого.